Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Как видите, я сегодня не один, вместе с дорогим гостем Стасом с канала НЕКРАТЕ. Стас, я так понимаю, ты сейчас находишься в эпицентре почти что страшной болезни, про которую все говорят, и благодаря которой отменяются один за другим боксерские поединки, что ужасно. И вот давай мы сейчас с тобой про это поговорим, в том числе судьба боя Бредис-Дортикост, что нас ждет. Ну и в целом вообще расскажешь мне из Европы, так сказать, как там вообще происходит с этими вирусами. Ну, рад всех приветствовать. Братюнь, салют. Андрюха, сколько лет, сколько зим, как говорится. Ты меня прям, знаешь, в эпицентр такое чувство, что в Китай загнал, потом рассказал, что в Европу. Я думаю, может, я в Италии. На самом деле, ну, всех надо ввести в курс. Я нахожусь в Турции, нахожусь в отеле, но вокруг меня одни немцы. Как говорится, кино и немцы. Так, подожди, Стас, так вокруг тебя одни немцы. Это же не шутки, потому что Германия сейчас вместе с Италией, Италия другая страна, да, они являются в Европе эпицентрами коронавируса, что потенциально довольно опасно. И получается, ты там один, и в окружении немцев, так сказать, в кольце. Андрюха, я просто это приболел, когда сюда летел, и самой большой опасностью являлся я. И я как-то уже к этому привык, но сегодня, знаешь, это немцы закашляли, и я маленечко напрягся. С одной стороны, я напрягся и тут же побежал выискивать в интернете информацию на предмет коронавируса. Как распространяется, насколько опасен, и пришел к выводу, я хочу тебя успокоить, зрителей успокоить, и сказать, что если вы, ребята, молодые, по сути, вам ничего не угрожает. Не опаснее это ангины или сезонного гриппа. Абсолютно такая же статистика, как по обыкновенному гриппу. Можешь заболеть и выздороветь, ну, естественно, если ничем там не болеешь, еще и не сугубит ситуация. Либо эта инфекция пройдет мимо тебя. Шумихи значительно больше, чем фактического вреда и урона от этой истории пришло. Ну, сугубо то, что я вычитал. Я вот, видишь, сам себе не враг, уехал в Турцию и более-менее себя прекрасно чувствую. Вот такая история. Стас, подожди-ка, я хочу оспорить, но я извиняюсь. Есть, знаешь, такие люди, антиперевивочники. Есть те, кто не признают, например, ВИЧ и какие-то страшные вирусы. И они говорят, что, ну, а, это все ерунда. Это вот случайно не из этой же серии, потому что в Италии уже умерло, по-моему, около тысячи человек. Это же не шутки, это очень серьезно. Андрей, ну, надо разбираться в возрасте этих умерших. Это, знаешь, как сердечная недостаточность является особым пунктом в свидетельстве о смерти. То есть, они понимают, от чего человек умер. Как правило, пишут сердечная недостаточность от возраста. Ну, и здесь такая же история, что коронавирусу в основном подвержены люди пожилые. Вот такая вещь. И в основном умершие – это люди преклонного возраста. Молодых, как правило, болезнь минует. Мы уже пережили. Свиной гриб, птичий. И коронавирус, я думаю, что в этом же ряду займет достойное место. Скоро мы это все минуем. Я на это надеюсь. Слушай, ну, ты прям оптимист. Ну что, давай постепенно переходить, во-первых, к нашей поездке. Да, извини, была песня у Агаты Кристи. Я оптимист, я оптимист, я гетеросексуалист. Соответственно, никакой коронавирус мне не страшен. Будем сейчас переходить к бою Бреди с Доротикос, потому что вчера появилась информация, что бой отменен. Но, во всяком случае, как отменен? В Латвии введено чрезвычайное положение. Это факт. И все мероприятия численностью больше 200 человек там запрещены. По-моему, до 15 апреля. То есть, это уже значит, что на стадионе при зрителях бой проведен не будет. Но я все-таки питаю такие надежды, что, возможно, сейчас как-то организаторы перегруппируются. И через несколько дней нам объявят, вдруг они сумеют как-то провести бой за закрытыми дверьми. Но главная проблема, естественно, как всегда и везде, это деньги. То есть, как говорится, боксеры, они же не для удовольствия боксируют. Ну, для удовольствия тоже, но еще и для денег. То есть, нужно выплатить гонорары. А чтобы выплатить гонорары, нужно получить кассу. И приличная часть кассы была бы. Это сбор... Слушай, ну там смотри. Это сбор живых зрителей. А получается, если живых зрителей не будет, то нужно эту проблему как-то решить. И я все-таки, как бы, в принципе, в это верю. Что, возможно, будет такой телеформат. И с собой мы все-таки сумеем посмотреть. Ты вообще веришь, не веришь в это? Как вот? Андрюх, ну тут несколько сценариев, может быть. Вообще, сложно мне представить себе бой такого масштаба, финал боксерской суперсерии при пустом зале. Драка – это всегда, когда люди болеют, поддерживают и прочее. Если говорить о том, чтобы сделать формат видео, тогда можно и поговорить о том, что поставить тепловизоры и пропускать исключительно людей без температуры на те же трибуны. То есть, голь на выдумку хитра, было бы желание, возможность найдется. Я думаю, что банально нам не объявляют о том, что бой не состоится. Только по той простой причине, чтобы еще держать наше внимание, подогреть интерес и спокойно слезть на другую дату. Ну, сугубо мое личное мнение. Сомневаюсь я, что бой будет при пустых трибунах. Возможен вариант с тем, что нам оденут масочки и какие-то меры предосторожности при группировке людей в законопроекте какую-нибудь лазейку найдут. Если этого не произойдет, сомневаюсь я, что будет бой при пустых трибунах. Вот такое мнение. Слушай, Стас, а если все-таки бой будет при пустых трибунах, я бы этого очень хотел, потому что это лучше, чем полное отсутствие боя. Ничего, да. Ну, конечно. Будешь ли ты делать какие-либо азартные ставки? Андрюх, я играю по черному лебедю. Я всегда высматриваю в линии маловероятное событие с максимальным коэффициентом. Если что-то такое будет, конечно, я ставочку бомбану. Пока еще не смотрел. Так вот, пользуясь случаем, Стас, и тебе тоже рекомендую делать ставку в париматч, потому что париматч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен, ну или до 100 долларов в местной валюте. Бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии. Так что, кто увлекается ставками, то смело регистрируйтесь и выигрывайте. Бонус лишним не бывает, это точно. Здесь ты прав. А мы давай тогда переходить к другим темам. То есть, я все-таки напоследок скажу, да, я верю, что бой, возможно, состоится больше 50%. Я имею в виду вот прямо сейчас. Просто при закрытых дверях хотелось бы мне такого. А вообще, вот сейчас такая тенденция в целом пошла, что отменяют бои, и вот вечер бокса отменили в США, который должен был быть завтра, послезавтра. И уже разговоры идут о том, что Хабиб и Фергюсон могут тоже отменить, даже вплоть до такого. То есть, ты что вообще думаешь по этому поводу? Я могу парировать только следующим. Маразм крепчает, и не более, не менее. Я считаю, что это все достаточно надуманные обстоятельства, которые недостойны такого огромного внимания. Я уже сравнил этот коронавирус с птичьим гриппом, с свиным гриппом. Поэтому, да, действительно, нас ставят перед фактом, да, действительно, события отменяются. Сбор больше двух уже считается преступной группировкой, которая может оказать пагубное влияние на здоровье граждан. Но насколько, знаешь, меры предосторожности оправданы, судить, конечно, не берусь. Я сделал следующее замечание. Допустим, закрыли локацию в Италии, закрыли Ригу. В Германии отменили съезд партии. При этом люди совершенно спокойно в Турции ездят по отелям с разных стран, встречаются. Период инкубации никому неизвестен, может быть, уже больной приехал, может быть, больным отсюда уехал без симптомов. Соответственно, перекрыть все вот эти массовые скопления людей невозможно. Допустим, если бой будет при закрытых дверях, мы с тобой, естественно, пойдем в бар. Там также будет с нами смотреть энное количество людей. Непонятно, знаешь, как эти меры предотвратили распространение вируса. Мне кажется, они абсолютно недейственные. Поэтому можно отменять, а можно просто маленечко поразмыслить, посмотреть статистику и прийти к выводу, что самый главный вирус – это то, что у нас в голове. Слушай, ну я даже не знаю, с тобой согласиться или нет. С одной стороны, я понимаю, что действительно смертность, она не такая уж и большая на самом-то деле. Да, то есть, по-моему, меньше трех процентов. Но, с другой стороны, все-таки во всем мире этим вирусом обеспокоены. Причем не только простые граждане, среди которых легко посеять панику, но и профессионалы, профессиональные медики, всемирная организация здравоохранения. Прямо вот на этом месте хотелось бы акцент такой поставить. Все переживают, те, кто максимально в этом заинтересован. Медики получат гранты на то, чтобы изучать, работать, научные работы проводить, вакцины искать. Богатые люди, естественно, откликнутся. Джеки Чан уже там миллион хотел долларов выделить на того, кто найдет эту вакцину, ему предложить, чтобы он дальше с ней работал. Тут заинтересованных масса, естественно, это и экономически кому-то выгодно, и политически это выгодно. Все зависит от угла зрения, под которым рассматривать сложившуюся ситуацию. Стас, ну давай тогда непосредственно перейдем к нашей ситуации. Ведь для многих уже это не секрет, что мы с тобой намеревались поехать в Латвию, в Ригу, посмотреть вживую бой Майриса против Юниера. И уже купили билеты на самолет, уже забронировали гостиницу. Визу оформили. Визу оформили, да. Ну и, конечно же, купили билеты на сам бой. Ну, билеты на сам бой, так они уже теперь, понятно, не пригодятся. А вот все же, я так понимаю, возможно, мы с тобой поедем покушать сосисок, да, поесть местной еды, отдохнуть, пообщаться. Конечно, Андрюх, я думаю, что ехать надо. У нас с тобой, знаешь, это, мне кажется, неплохое обсуждение получится. Ну, пусть не на трибунах. Может быть, день-нибудь в кафешке, в баре мы с тобой бой посмотрим и обсудим. Тем более, что у нас на некоторые вещи разный взгляд. Ты вот считаешь, что у Дортикуса офигительные шансы. Я считаю его лично и считаю, что явный фаворит Бредис. Фаворит нам. Сидя дома, ну, не получишь тех эмоций. Вот самое главное, вот у человека, мне кажется, самая такая отдушина – это общение. Соответственно, есть повод посмотреть бой, пообщаться, посмотреть другую страну. Ну, и, ну, в общем-то, какие-то выводы к чему-то прийти и обогатиться и эмоционально, и духовно. Ну, что может быть лучше? Никакой коронавирус, я думаю, нам здесь не помешает. Ну, что, Стас, на этом давай с тобой подведем итог. Тогда, если все будет хорошо, ничего не изменится, то поедем с тобой уже через несколько дней, я так понимаю, в Ригу. Встретимся, ты как раз приедешь в Москву из Турции. И, ну, и поедем в Латвию. Да, я надеюсь, что, да, все будет именно в таком формате. Я даже буду надеяться на то, что бой все-таки проведут. Какие-нибудь тепловизоры, какую-нибудь разничку. Да, да, в тепловизоры я не особо верю. Это точно не будет. Я верю, что с закрытыми дверьми. Ну, что, народ, еще раз тогда напоминаю для тех, кто увлекается ставками. Помните про бонус до 2,5 тысяч гривен по ссылке в первом закрепленном комментарии от Пари Матч. Прощаюсь с вами. Стас, тебе тоже счастливо. Всем счастливо, рад был видеть. Андрюх на связи. Бокс не карате, думать надо, парни, не забывайте. Это точно. Как говорится, тушу камеру. Тушу камеру. Да, ну.